Здравствуйте! Тема нашего урока – достижения и противоречия культуры советского периода. Сегодня на уроке. Определим новое направление и жанры в области культуры Казахстана в советский период. Проанализируем достижения и противоречия, обобщая особенности развития культуры советского периода. Исследовательский вопрос. Каковы достижения и недостатки в сфере науки и образования? Рост промышленных предприятий, открытие совхозов требовали подготовленных и высококвалифицированных кадров. В послевоенное время страна находится в тяжелейшем положении, многие специалисты погибают на фронтах. В целях решения задач поднятия экономики и образования в ноябре 1947 года советское правительство принимает постановление о мерах дальнейшего развития высшего и среднего образования в Казахской ССР. Это было очень важно. Сложные послевоенные годы. Страна смотрит в будущее, занимается вопросами образования. В Казахстан направляются квалифицированные педагогические кадры. Был расширен набор из числа местной молодежи в центральные вузы страны. За короткий срок, это сложнейшая послевоенная пятилетка, были подготовлены для народного хозяйства Казахстана более 60 тысяч специалистов высшей и средней квалификации. Государство выделяло крупное ассигнование на школьное образование. В малонаселенных районах республики была создана сеть интернатов. В 1953 году в них уже обучались около 40 тысяч детей. Всеобучь. Весь народ должен быть образованным, грамотным. Нужны были специалисты. Правительством республики в 1950-х годах принимались меры по переходу к обязательному всеобщему обучению, а в областных и крупных промышленных центрах к десятилетнему. К 1950 году в республике функционировало 9088 общеобразовательных школ с количеством учащихся в 1 миллион 439 тысяч. По мере необходимости создавались вечерние и заочные школы. И все же в учебных заведениях, школах еще не хватало помещений для занятий, учебников, а то и учителей. Неординарным событием в культурной жизни республики было открытие в июне 1946 года Академии наук Казахской ССР на базе казахского филиала Академии наук СССР. Большую помощь в становлении современной науки в республике сыграли видные ученые Москвы и Ленинграда, академики Вавилов, Бардин, Панкратова и другие. Первым президентом Академии был избран видный ученый и талантливый организатор Каныш Имантаевич Садпаев. К концу 50-х годов в системе Академии наук Казахской ССР действовало уже 50 научно-исследовательских учреждений, в том числе 19 институтов, 13 секторов, 2 музея, обсерватория, 3 ботанических сада и 8 научных баз. В Академии наук Казахской ССР обучалось около 500 аспирантов. Учеными Казахстана были разведаны многие месторождения полезных ископаемых. За 1946-1949 годы научно-исследовательскими учреждениями Академии наук Казахской ССР было передано для внедрения в производство свыше 900 предложений и исследований. Для более эффективной отдачи научных изысканий стали практиковаться выездные сессии Академии наук Казахской ССР. Прикладные рекомендации казахстанских ученых ускорили изучение и быстрое использование производительных сил регионов. 1947 год. Закончил вторую книгу своего романа-эпопеи Абая-Жолы «Путь Абая» Мухтар Ауэзов. В 1949 году за первые две книги ему была присуждена Государственная премия СССР первой степени. Трудности и радости современников получили отображения в прекраснейших произведениях классиков казахской литературы. Это Сабит Муканов, Сырдарья, Габиден Мустафин и Леонир, Иван Жанов в первые месяцы, Шухов-Анов. В фоэтических произведениях Токмагомбетова, Жарокова, Арманова, Тажибаева, Бекхожина и многих других талантливых представителей казахской литературы и литературы народов Казахстана. Задачи культурного строительства, принятые руководством СССР, исключали любые проявления научного свободомыслия. Призывы внесения значительного вклада в обеспечение приоритета советской науки на самых важных направлениях научно-технического прогресса ставились в один ряд с верностью идеологизированным догмам геолитического материализма. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, писал Ленин. Вот марксизм-ленинизм становится своеобразной религией. Все научные открытия, все сферы культурной деятельности должны соответствовать геолитическому материализму, то есть марксизму-ленинизму. Одна идеология, одна партия. Это советская система. Особенно сложные условия для развития и существования, конечно, коснулись гуманитарных наук. Науки общественные, потому что они очень тесно были связаны с вопросами идеологии. А идеология была одна. Это вот победа коммунизма неизбежна. Только об этом можно было писать и говорить. 14 августа 1946 года вышло постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», после которого начались массовые репрессии. В постановлении ЦК Компартии Казахстана март 1947 года нежестоящим партийным комитетом прямо предписывалось шире развернуть большевистскую критику политических ошибок и националистических извращений в освещении истории в литературе и искусстве и обеспечить безусловное выполнение постановления ЦК ВКПБ по идеологическим вопросам. Результатом этого постановления явился поиск врага. В специальном постановлении ЦК Компартии Казахстана о грубых политических ошибках в работе Института языка и литературы Академии наук Казахской ССР без достаточного основания были обвинены в национализме и в его экспорте Исмаилов, Ауэзов, Жумалиев, Муканов, то есть весь цвет казахской культуры, были объявлены лженаучными взгляды крупнейшего историка республики Алькея Маргулана. Начался новый виток репрессивной политики в отношении интеллигенции. В Ленинграде и Москве были сфабрикованы так называемое Ленинградское дело, дело врачей. В Казахстане возникло дело Бекмаханова. Ермухан Бекмаханов был талантливым историком в коды войны в составе коллектива ученых, куда входили известные историки. Кучкин, Панкратова, Греков, Дружинин и другие. Он работал над историей Казахской ССР, которая была опубликована в 1943 году. В 1947 году Бекмаханов подготовил монографию «Казахстан в 20-е и 40-е годы XIX века». В этой книге авторы рассматривали восстание под руководством кенесары Касамулы как национально-освободительную борьбу казахского народа против колониальных претензий Российской империи. Такая оценка антиколониальных восстаний вызвала в научной среде ожесточенную дискуссию. Взгляды ученого были объявлены националистическими и политически вредными. 4 декабря 1952 года Ермухан Бекмаханов был осужден на 25 лет. Жителям независимого демократического государства даже в страшном сне не приснится, что за научную работу человек может получить срок 25 лет. Нужно сказать, что все мировое ученое сообщество заняло сторону Ермухана Бекмаханова, пострадавшего от сталинской системы. И под этим давлением общества в конце концов реабилитируют великого ученого. Весной 1954 года он возвращается в Казахстан. Вины за ним не было никакой. Виноват сталинский режим. В 1940-е и 50-е годы целый ряд ученых был обвинен в космополитизме. Очень странное обвинение. Космополитизм это что-то противоречащее патриотизму. Но как можно не считать патриотом Мухтара Оезова, который прославил Казахстан? Или Каныша Сатпаева, который действительно величайший ученый и патриот, который на встрече с Черчиллем сказал, что он ниже своего народа. И вот таких людей, лучших людей, самых главных патриотов, упрекали в отсутствии патриотизма, то есть в космополитизме. Это было нелепое обвинение, но кто тогда с этим считался? Кто тогда искал здравый смысл? Великий Мухтар Оезов, создавший Абайжолы, прославивший и его, и казахскую культуру на весь мир, вынужден был из Алматы уезжать в Москву под чужим именем, чтобы его не арестовали. В этот период расцветает талант Бибегуль Талегеновой. Развивается театральное искусство, развивается оперное искусство, развивается и страна в Казахстане, все жанры. Ермек Серкибаев, валютмейстер Балат Аюханов. В широкой популярности пользуются фильмы Шакена Айманова и других казахских режиссеров. Алдар Косе, Кызжибек, которые отражают историю, культуру народа, продолжают традиции казахской культуры. Но, надо сказать, что к середине 70-х годов дела на киностудии уже шли не так хорошо, потому что усиливается, опять же, идеологический гнет, и поэтому фильмы требовали снимать в очень четких идеологических рамках. Уже не снимались фильмы исторические, уже не снимались картины на народные сюжеты, и это очень сильно подрывало работу наших кинематографов. Большой популярностью в это время пользуются произведения Мориса Семашко, Ильяса Ессенберлина, Абиша Кикелбаева, Юрия Герта, Олдраса Сулейменова, Мухтара Шаханова. Трилогия Абдежамила Нурпиисова «Кровь и пот» в 1974 году была удостоена государственной премии. Олдрас Сулейменов после полета Юрия Гагарина написал прекрасные стихи «Земля поклонись человеку», весь мир их с восхищением читал. Однако и он не избежал давления идеологической системы. Книга «А за я», казалось бы, научный труд, и к чему-то можно придраться идеологам. Тем не менее, Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог Советского Союза, лично распоряжается запретить эту книгу. Ильяс Есенберлин, фронтовик, отважный человек, эрудит, прекраснейший писатель. Он писал и на современную тематику, но и прославился великолепными историческими произведениями. «Алды Норда», трилогия «Кочевники». Честно, была показана эпоха Ахтаван-Шубурунды, без прикрас. «Хан Кене», последняя часть трилогии «Кочевников», чего стоит правдивое изображение Кенесары и Касамулы. Чего это стоило Ермухану Бекмаханову, мы уже оценили. И тем не менее, Ильяс Есенберлин продолжает правдивую и честную историю этого деятеля. Трилогия «Кочевники», Ильяс Есенберлин. Киноискусство в 80-м годах выходит из кризиса, уже появляются новые имена, новые фильмы. Большой пляж получают картины. «Кыз Жебек», «Конец Атамана», «Материнское поле». Появляется целая прияда великолепных актеров. К эпохе Перестройки большое значение опять приобретает историческое кино. Славу обретает картина «Султан Бибарыс» о судьбе Копчакского мальчика. Перепетии судьбы его сложные делают его правителем Египта. 1976 год. За серию работ по открытию и изучению ионоформ нового класса внутриклеточных частиц в числе авторского коллектива Ленинской премии был достоин молодой еще тогда ученый Мурат Айцхожин. Тоже гордость казахской науки. В конце 1960-х годов Казахстан становится крупнейшим научным центром и страны, и мира. К 1985 году в республике работало свыше 40 тысяч научных работников. Задачи культурного строительства, принятые руководством СССР, исключали любые проявления научного свободомысля. Наука развивается, образование развивается, культура не стоит на месте, но идеологический прессинг, идеологическое давление. Подведем итоги нашего урока. С одной стороны, произошли позитивные перемены в области образования, науки и культуры. Открылась Академия наук, появились профессионально подготовленные кадры, строились новые театры. С другой стороны, партийный диктат, идеологический прессинг, это все мешало свободе творчества, это приводило к появлению конъюнктурных вещей. Наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok